Ты что, беременная? Да. Вот это эксклюзив! Мы тебя поздравляем! А папа кто? Сережа, вы? Не беспокойся, скоро об этом узнает вся страна. А вот у меня вопрос, а как ты будешь в туалет ходить? У меня есть душ. Ну, кстати, вибратор это очень классно. И сейчас у нас акция проходит 3 по цене 2. Кто не лайкает, тот будет проклят. У меня просто есть риск, что лучше уже не будет. Да, да, да. Боже, а что это за покемон восхитительный? У меня было свободное утро. А куда ты делала малого? А где ребенок? У меня сразу вопрос. Бабушка. Бабушка. Боже, священная женщина, бабушка. Я решила превращаться в бабушку постепенно. И ложусь уже третий день в 11.00. И очень гневаюсь, когда кто-то пытается меня потревожить, когда бабушка уже спит. А челюсть ты по правилам кладешь в стаканчик возле кровати? Ты сейчас будешь очень громко смеяться, но я же выравнивала зубы элайнерами, поэтому да, челюсть я кладу в стаканчик. Особенно смешно. Наоборот, ты должна на ночь ее надевать. Да, я надеваю. Утром кладу в стаканчик. Самое смешное, это мы когда с Дашкой и с Юлькой ехали во Львов последний раз, и мы обменялись. Типа у нас списки, что не забыть. Там такие списки смешные. У меня начинаются списки. Зубы. Трусы. Просто, если бы кто-то нашел и не понял, то бабушка действительно с зубами путешествует. Для меня страшно, самое страшное, это забыть зубы. С зубами и со склерозом, да, судя по тому, что список все-таки нужен. Да, да, да. А тебе не нужен, Лусь? Ты только шутки свои хранишь удачные? Или списки дел тоже? Ты знаешь, мне кажется, что в своей жизни столько собиралось, что у меня уже где-то на подсоздании записано, когда я чемодан пакую. Боже, я когда-то из самых, кстати, адских таких, забытых вещей, которые я с собой не спаковала, это была масочка для сна. У меня такой проблемой казалась забытая маска. Я не знала, чем закончится. Короче, я сидела и не могла уснуть. Это самая большая проблема в твоей жизни. Да, и не могла уснуть, но так жлобилась купить маску на борту за 20 евро, чтобы обрелеться. В итоге ты надела черные трусы на голову? Почти. Да, я пошла замотаться пледом. Да, потом по прилету купила 10 масок по евро. Мой внутренний еврей был очень счастлив. Я однажды на полпути в аэропорт вспомнила, что я забыла паспорт ребенка. Ребенка не забыла, а паспорт... Я даже не знаю, что хуже. Причем, что это было именно в таком порядке. Итак, паспорт взяла, телефон взяла, зарядку взяла, карточку взяла, типа... Ребенка взяла. Взяла. Ком взяла, зарядку взяла, ребенка взяла. И тут паспорт... В итоге ты возвращалась? Да, у зубов хоть паспорта нет. Ну, конечно, возвращалась. Слава богу, я выезжаю в аэропорт за три с половиной часа, поэтому мне хватило времени вернуться, забрать паспорт. Сережа, а у вас такие интересные... Интересные забытые вещи. Вот что вы... Может, вы пояс из собачьей шерсти забыли с собой взять? Он всегда на мне. Он на него с собой, вот здесь всегда. Да, конечно. Но как забыть? Ну, знаешь, никогда ничего не забывал. Меня единственный раз украли кошелек. Я ехал, по-моему, в Харьков тогда, когда мы снимали еще супермоделей. И я ехал в Харьков на поезде из Киева. И вот у меня по дороге уже в самом вокзале, на центральном вокзале, у меня стащили кошелек. Все. Цыгане! Я не знала даже. Я не знала. Это какой сезон? А это какой сезон? Это третий сезон, когда... Третий сезон супермоделей. То есть вы поняли, где и когда мы были, на каких сезонах, я уже вообще... Я помню, да. А Лусик, я просто не храню свои удачные шутки. Я храню там воспоминания про топ-модель по-украински. Я лично очень скучаю. Вот у меня там в этой коробочке хранятся воспоминания о первых сезонах. И я очень скучаю по некоторым участницам, которые нам здорово поднимали настроение. Так как я очень люблю, когда мне кто-то поднимает настроение. Давайте же позвоним кому-нибудь из поднимающих настроение. Давайте же. Сонечка, звони. Кому хочешь. Предлагаю позвонить самому веселому бублику из первого сезона. Здравствуйте. Боже, я так рада вас видеть. Четыре года с ней больше прошло. Мне эти наушники аж бесят. Я не представляю, как вы в этих наушниках беспроводных. А почему? У тебя маленькие ушки или большие наоборот? Да, у меня тоже маленькие ушки. Но все нормально. Они выпадают у меня постоянно. Зато у тебя красивые сиськи. Это уже. Это обычно к маленьким ушкам прилагается. А что значит уже? Ну, раньше у меня был первый из мира, а сейчас у меня где-то второй уже. Потому что я поправилась. А с чем это связано? А-а-а, Владусичек, Владусик, а на сколько ты суммарно поправилась с финала топ-модели? Ой, супер-модели. Я еще два года ходила худая, потом я опять поправилась. Потом я резко похудела. Ну, я где-то настолько же и поправилась. Где-то килограмм семь, вот так вот восемь я набрала. Ну, и буквально за три месяца я опять скинула. Ну, а сейчас у меня просто интересное положение. Вот. Ты что, беременна? Я опять поправилась. В смысле? Ты что, беременна? А-а-а! Да! Ты беременна? Вот это эксклюзив! Боже, я жахрен! Я поздравляю! Ты беременна? Серьезно? Это я Новый год так хорошо погуляла. Ну, на этом моменте мы, в принципе, должны закончить писать эту программу. Потому что обижать беременных мыши загрызут. Нет-нет-нет, просто есть риск, что лучше уже не будет. А папа кто? Папа, он на кухне сидит. А, ты все нормально? Папа на кухне, да. Сережа, изучите Инстаграм. Очень прекрасный, бородатый, шикарный мужчина там, кстати. Да, это же он папа, я просто уточняю. Да-да. Сережа, вы? А, ну, отлично, все, тогда. Сашка там сидит, он ждет, пока я освобожу ноутбук, чтобы уехать по своим делам. Ну, ему еще долго придется. А вот, кстати, с Сонькой можем бросить огород в твой камень. Потому что девочка с ростом 150, напомни, сколько, забрала двухметрового чувака себе. А нам приходится потом довольствоваться мужчинами, которые нас ниже. Девочки, значит, вы что-то делаете не так, старые кошелки. Что-то делаем не так. Все в шоке, просто сидят, а не мели. Я смотрю на лицо Алки. Я помню, как мне Алка сказала, что она беременна. Я даже помню день и на каком испытании это было. У Аллы все так быстро протекло, что даже как бы особо... Я сама не заметила. Да, особо незаметно было. Я уже увидела в Инстаграме, когда Алла была уже на руках с ребенком. Монтаж. Оно само. Оно само. А вы заметили мой уникальный журналистский талант, как я с первого же вопроса издалека нарыла нам эксклюзив? Маленькая Ксюшечка Собчак. В середине меня только что прорезалась малышечка такая. Тебе только осталось спросить, сколько ты зарабатываешь. И все. Это будет следующий вопрос. Еще ты хочешь немножечко дудя, да? Чтобы... Хорошо. Итак, тебе позвонил Джонни Депп. Говорит, Владусик, буду через буквально несколько часов. Чем ты будешь занята эти часы? Ты будешь всю ночь драить квартиру или брить ноги? И приводить себя в порядок? Ну, наверное, приводить себя в порядок, и квартиру я сниму, если у меня так все плачевно будет. Очень элегантный выход из ситуации. Так, хорошо. Что выбираешь, иметь высокий рост или красивую попу? Красивую попу, конечно. Идите в жопу, дылды, перевожу. Так, полежать в ванной, наполненной мивиной, или в ванной с голубцами? С мивиной, потому что это у меня недавно было. А да? Да. С этого момента поподробнее. А мы с девочкой играли. Сколько мивиной ушло? 50 пачек ушло. Мне как бы то, что там купалось, нормально все, но просто это все убирать с ванны, вот это вот ощущение. Да. Это очень тяжело. Так надо было гостей пригласить на суп. С трубочкой, чтобы мы только что выяснили ответ на вопрос про самую бесполезную покупку. 50 пачек мивины. Ты в душе сочный чебурек или сладкая ватрушка? Чебуречки, наверное. Я так и знала, так и знала. Победить супермодель по-украински или в бит пацанки до понянки? В моделях, конечно. Твоя самая конченая черта характера? Ну, я очень привередливая, но капризная вот так вот. И меня это даже иногда самонапрягает. И даже себя ловлю иногда на мысли, чего я вот это придираюсь, что надо успокоиться. Как я вообще выгляжу со стороны. А расскажи о празднике, который ты больше всего не любишь. День рождения. Но у меня грустно. Раньше как-то было весело. Хотелось как-то 18-19, а сейчас что-то не очень весело. А сколько тебе? Да, после 25 становится грустно. 25 человеку. И на этой прекрасной ноте я передаю свой флаг кому-то из коллег. Поцеловать жабу или таракану? Ой, жабу, конечно. Шла на свидание, вступила в собачье дерьмо. Как кажется? Два варианта. Выбросила туфли и пришла босиком или вернулась домой отмывать свою обувь? Конечно, вернулась бы домой отмывать свою обувь. Черт, я меня выкидывал. Самый странный подарок, который тебе дарили? Фалоимитатор. По-моему, он самый полезный. Ну, потому что он очень большой. Нет, он очень большой. А кто? Мне просто интересно, подружка или парень? Тут это важно. Девочка. Если пришлось бы выбрать один гаджет на всю жизнь, какой бы это был? Что бы это было? Ты сейчас между айфоном и вибратором выбираешь? Ну, блин, ну... Ну, кстати, вибратор это очень классно, наверное. Остановлюсь на него. Наверное, вибратор это вот вещь очень годная. Лучше, чем айфон. Ну, да. Можно носочки стирать, бросить, знаешь. И носочки стираются. Хозяйки на заметку. Продолжайте, все равно вырежу. На лавочке возле подъезда. На лавочке возле подъезда. Я знал. У меня все. Сделать татуировку на лбу или побриться на лосо? Ой, на лосо, наверное. Я бы тоже так поступила. Что ты больше, рединовые калоши или шлепки вьетнамки? Вьетнамки. У тебя есть возможность стать либо самым крутым мастером секса на всей планете, просто впитать в себя все самые крутые практики и познать всю просто Кама Сутру и стать самой суперкрутой? Или же один миллион долларов? Что ты выберешь? Один миллион долларов. Ты спросила у беременного человека только что. Ну слушай, я когда готовилась, я же не знала. А лосик, тебя мыши загребут. Почему? Просто так. Ты шоколад с перцем или соленая карамель? Шоколад с перцем. Ты видела парня лучшей подруги с другой бабой? Ты скажешь ей об этом или нет? Конечно, сразу же. Я ему еще подойду, скажу. У тебя возможность выбрать одну профессию на всю жизнь. Кондитер или грумер? Кондитер. Расскажи о своей самой странной привычке. Какая у меня такая странная привычка? Ну не знаю, может какой-то ритуал, который ты делаешь. Может о бьюти, может быть какой-то странный завтрак. Может ты кушаешь козявки. Ну вот такое что-то. Да, что-то странное. И настало время в этом признаться. Может ты переклеиваешь обои каждые три дня? Не, я не переклеиваю. Ну я, например, ну как... Это нормально вообще говорить о таком? Но я каждый вечер мастурбирую. Это странно? Нет. Нет, это нормально? Абсолютно. Восторг. Во что инвестировать все деньги? В гречку или в туалетную бумагу? Наверное, в туалетную бумагу. Теперь у меня есть вопросики для вас. Начнем с Аллы. Да, начнем с Аллы. Да. Аллочка. Первый вопрос. Разбить телефон своего мужа или забыть пароль от своего инстаграма? Хороший вопрос. Ой-ой-ой, наверное, все-таки забыть пароль от своего инстаграма, потому что это будет такое. Перед выходом на светский вечер ты заметила, что твое белье предательски выглядывает под платьем. Что выберешь? Забить и не париться или снять белье и пойти без него? Снять белье. В первую раз, что ли? Ну. Это правда. Всю жизнь ходить в спортивных костюмах или всю жизнь ходить с длинными нарощенными ногтями? О, Господи. А второе. Я лучше буду в платье и с ногтями. А вот у меня вопрос. А как ты будешь в туалет ходить? У меня есть душ. Так, для Сережи. Уже меня на закуску оставили, я уже боюсь. Первый вопрос. Вскопать огород или помыть унитаз? Вскопать огород. Господи, я бы помыла унитаз. Что такого здесь в мытье унитаза? Масик, ты что никогда не копал огород? А сколько соток? Много раз. Уточняющий вопрос. Маленький. 15 соток, Сережа, или унитаз? Блин, унитаз, по-моему, легче помыть. Мне тоже, я за унитаз вообще. Если 15 соток, то да, то я за унитаз. Пойти на вечеринку в стиле техно или отправиться в лес за грибами? Сначала в лес за грибами, а потом на вечеринку. Сначала в лес, потом на вечеринку. Так, теперь для Сони у меня вопросик. А я все не могу разбирать, Сережа, на рейве под лисичками. Спроси у Сони, что она вчера юзала. Съесть ложку замороженного жира или выйти на балкон голой и крикнуть «Весна пришла». А каждое утро так делает. Это мой утренний моцион, ты описал. Как раз между лимфодренажным массажем и чашкой кофе. Это приблизительный этап. Она на голодный желудок съедает ложку жира, запивает стаканом воды и выходит на балкон кричать про весну. Все правильно. Целлюлит на попе или волосатые руки? Волосатые руки. Беру руки. Да, лазерка есть. Да, беру руки, руки беру. От волос гораздо проще избавиться, чем от целлюлитной жопы. Так, у нас следующее задание. Ты знаешь такую штуку, как «Правда или действие»? Конечно. Я задаю тебе вопрос. Если ты не готова на него ответить, то ты должна совершить какое-то действие. Хорошо. Которое я тебе об этом скажу. Но опять же, если ты услышишь, что ты должна сделать, у тебя нет возможности вернуться к ответу. Предположим, ситуация, что тебе предложили место жюри в проекте «Топ модель по-украински». И для этого тебе нужно уволить меня, либо Аллу, либо Соню. С гантелей. Кого из нас ты бы уволила? Сережа, тебя! Ради того, что... Тебя бы уволила. Все время весь проект меня троллил. А мы так долго обсуждали, какое же действие тебе задать. Тут такие дебаты были. А в итоге все оказалось напрасно. Вы полетят из жизни Сережечек. Все, пока. Переходим к следующему заданию. Это будет телемагазин. Поскольку ты делала тест на беременность и опоздала на, собственно говоря, съемку, то ты не знаешь, что это за товар. То есть ты влетаешь на свое рабочее место, тебе нужно срочно это продавать, причем очень активно расхваливать, отвечать на наши вопросы, говорить, как именно это нужно применять, чтобы продать как можно больше. Так, так, я сейчас включу пультом от кондиционера свой любимый телемагазин. Дорогие телезрители, и сейчас у нас акция проходит 3 по цене 2. Если вы покупаете 3 таких вот товара, вам идет 1 совершенно... Нет, если вы покупаете 2 таких товара, вам идет 1 совершенно бесплатно. И еще пробник в подарок. Здравствуйте, здравствуйте. У меня тут предложение сделал мой молодой человек, и вот его родители обещают подарить нам это на свадьбу как приданное. Скажите, пожалуйста, мне выходить за него? Да, конечно, соглашайтесь, не раздумывая. Да, алло. Здравствуйте, это рейверша Танюша из Кривого Рога. Расскажите, пожалуйста, если я возьму это с собой на рейв вечеринку, как на меня будут смотреть мои рейв друзья? Ну, наш товар также имеет флюиды, вот, поэтому... Поэтому, конечно, на рейве вам наш товар пригодится. А в каком количестве, подскажите, его брать на рейв лучше? Ну, вот, смотря, вот, если вы хотите попасть в акцию, вам придется купить 2, чтобы получить 3. 3 вы можете подарить кому-то, вот, или же оставить себе. Вам пригодится, я думаю, 1 хватит. Короче, на рейв забрать. Да, на один заход хватит. А скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, а как я могу это применить в быту? В быту вы можете, как бы, наш товар использовать при мойке ноутбука, стекол. А как часто вы моете ноутбук и чем? 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 Хоть бы чем. Этим и моем. Да, этими моете. Как бы салфетки уже отдельно купите. Наш телемагазин не работает салфетками, вот, только продаем продукцию, вот. Алло. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, дело в том, что мне 40 лет, и мы уже 20 лет в браке, у нас с мужем как-то подостыли немного отношения. Скажите, а если я возьму это с собой в постель, это разожжет огонь былой страсти? Да, да, наш товар даже на рейв берут. Поэтому, конечно, конечно, в семейной жизни это пригодится. Ну, я типа релкнула. Да, да. Кивнула. Здравствуйте, я менеджер по работе со звездами и блогерами. Скажите, пожалуйста, мы хотим заказать рекламу этого. По бамперу не работаем. Ну, если вы покупаете больше трех, то, конечно, мы вам сделаем скидку. Вот. Цена договорная, договорная. А скажите, пожалуйста, что по технике безопасности? Ой, да. Есть ли какие-то ограничения в использовании? Использованием, значит, ограничений у нас нет, но только как бы беременным нельзя. А так вот всем можно. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, меня зовут Валерия, я бьюти-блогер. Скажите, а можно ли это использовать как бьюти-средство? Может быть, что-нибудь для здоровья, там ингаляции? И входит ли в комплект ведро и одеяло? Что, боже, что рекламируют, блядь? Нет, у нас нет такой комплектации, но как бы если вы готовы оплатить и за ведро, и одеяло, мы, конечно, вам организуем. Подскажите, а мужчинам это полезно? Мужчинам это даже необходимо. Знаете, женщины любят, когда нашим товаром пользуются мужчины. Они кладут ваш товар в штанишки на свидание? Им натираются. Скажите, пожалуйста, а если я подарю ваш продукт своим приблотненным подружкам на день рождения, как они на меня будут смотреть? Ой, ой, вы станете вообще приглашать, вас будут приглашать на каждое мероприятие. Вы что, с нашим товаром вообще вам все двери открыты на любые праздники? Скажите, пожалуйста, у меня вопрос вот лично к вам. Скажите, пожалуйста, а вы согласились бы стать, так сказать, лицом данного товара? Не по бартеру. Не по бартеру, да. Вот сняться в рекламной кампании, на каждом билборде, возле каждого рынка, так сказать. На рынке? Нет, ну не обязательно, можно по городу. Ну, конечно, но я же гарантирую качество этого продукта, поэтому мне бы не стыдно было бы и висеть на бордах, даже на рынке. У тебя есть хоть как очень малейшее положение, что это было? Боже, я не знаю, если ведро и одеяло должно быть, я не знаю, это же без понятия, честно. Это был мешок картошки, Влад. Какие флюиды, какой рельс. Картофельные, это известные картошечные флюиды. А я вам духи парила. Ну, ничего, только закончится карантин, Соника берет мешок картошки и шурует на районе. Плакать под техно, естественно. Да, естественно. А ты не забудь, Сережа, намазаться картошкой перед свиданием. Обязательно. Или положить в штанишки, только клади спереди, а не сзади, а то ты же знаешь, это прямо противоположный эффект. А следующее у нас ревизия. Владочка, мы очень хотим узнать, что у тебя в холодильнике. Особенно с учетом того, что ты в интересном положении. Там уже замаринованная в варенье селедка, да, лежит, сам в шоколаде. Нет, на самом деле... Как бы мы в основном сейчас уже в последнее время, потому что я разленилась. Мне ничего не хочется, я постоянно уставшая. Вот, поэтому, ну, а мужчину кормить надо, поэтому я заказываю на дом доставку. Конечно, я готовлю, но я готовлю все сразу и все сразу съедается. У меня никогда ничего в холодильнике не лежит. Но, конечно, я вам покажу, что там есть. А расскажи, Владусик, как у тебя изменились пристрастия? Мне кажется, что я вечно беременная. Мне постоянно хочется соленого, потом сладкого, потом кислого, потом все вместе. Сонечка, ты просто любишь жрать. Да. И это тоже. На самом деле, на самом деле ничего не меняется, просто, ну, состояние постоянно такое, что ты не знаешь, что хочешь. Ну, вот у меня точно так хочешь. А кого ты хочешь? Дочь или сына? Я девочку хочу. А уже имя придумал? Ну, есть варианты, да. Ну, я вот через неделю уже пойду на УЗИ и уже скажут, кто. А еще пока не знаешь, да? Классно. Ну, вот можно, в принципе, сейчас пойти, но я уже, ну, как бы, мне когда врач назначил, я уже не могу. Я уже заказала себе шарики. Я уже... У меня даже кровать есть. Я в два месяца, когда я узнала, что... Ну, я узнала раньше, конечно, после первой же задержки, но я на два месяца, когда еще плода было, я купила кровать детскую. Сейчас я покажу. Ну, пока не трали. О, это лучше, чем везде холодильника. А, беленькая. Класс! Шарики у меня. Короче, вот так вот. Дальше. Ревизия, значит, по холодильнику. Да, по шурши. У меня водка зато есть. Ну, мы не сомневались. Для дезинфекции? Для компрессори. Ну, с того года осталось. С того самого. Особо у меня так холодильник не заполнен. Ну, наперекусить нормально будут. Сашка обиженный сидит. О, привет! Приятно познакомиться. Привет! Так, мой любимый конкурс называется «Фэшном по губам». Так, Владусик, я буду тебе произносить беззвучно название фэшн-брендов, а ты должна будешь угадать. Замечательно. Я не знаю вообще ничего. Ой, не бреши, не бреши. Не прибедняйся. Все ты знаешь. Итак, я сейчас разработаю свой речевой аппарат. Тебе видно ротик? Нормально? Да, да. Хорошо. Ей только ротик и видно. Итак, погнали. Луи Виттон? А, я не знаю брендов! Я не знаю брендов! Да не, но такие неизвестные я знаю. Если там, ну, что-то другое, конечно, я буду тупить. О, что-то другое это какое? Например? Да, ну, пример, который я не знаю. Давай, давай, давай. А, ну, еще раз. Дольче Габбана? Вообще неинтересно с тобой в эту игру играть. Окей. И третий бренд. Ты, наверное, точно не знаю такое. Точно знаешь. Ты даже была в магазине ни разу, ни два, и я уверена, что у тебя даже есть этого бренда что-то в гардеробе. Блин, я не знаю! Хоть первую букву ты можешь сказать? С! С! Буква С! Последняя тоже, кстати, буква С. Я точно не знаю. Скорее, не помогайте. Просто стыдно признаться. Саксофоник какая-то там есть фирма. Почти, почти. Очень близко. Очень-очень что-то из этой супер-музыки, да. Был такой знаменитый человек скрипки делал. Со свалуси какой-то, со свалуси. Что ты говоришь? Что ж такое? Скрипка. Это масс-маркет бренд. Давайте, сейчас. Как? Это не Люк. Это масс-маркет бренд. Он обычно где-нибудь... Из недорогих. Он обычно где-нибудь на этаже с Пуленбир, с Бершкой. Зара там есть. Еще где-то рядом. А ну, ага, хорошо. А Зара разве на букву «С»? Это как по-сагам. Этот. Сейчас я поняла. Страдивариум. Да! Ты знаешь о том, что во время карантина многие сходят с ума и начинают там снимать, копировать какие-то обложки, картины известных художников. Вот тебе нужно сделать то же самое. Мы тебе покажем обложку, и ты должна будешь ее скопировать. В домашних условиях. А где я ноги возьму? А вот тут, мне кажется, тебе нужен помочь муж. Ну да, разве что мохнатые ноги. Ну окей. Мохнатые тоже пикантно будут выглядеть. Восторг. Жалко, что мы заканчиваем. Это было так классно. Я так рада тебя видеть. Теперь мы будем звонить тебе каждый день. Я тоже вас очень рада видеть, честно. Ну вот 4 года, а вы вообще не поменялись. Соня, кстати, ты очень хорошо выглядишь. Спасибо, зайчик. Ты похудела. Ты, я не знаю, ты бомба. Я наблюдаю за твоим инстаграмом, за фотографиями твоими сочными. Мазайка. А что ж ты не лайкаешь меня, сучка? Лайкаю я тебя. Соня, у тебя там столько тысяч лайков, что всех ты не пересмотришь, кто тебя там полайкал. Да, я сейчас еще зайду. А наш ведет специальный учет. А кто не лайкает, тот будет проклят. Уже. Мы тебя целуем, обнимаем. Безопасно, без масок, но на расстоянии. И надеемся на встречу. Спасибо вам большое. Приглашай на Baby Shower. Безборонок.